МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом генетике. Отделаются ли министр культуры одними извинениями за свои слова о жителях Донбасса? Таможенные разборки, как в Одессе собираются усмирить разбушевавшийся криминал. Высокие встречи в формате рабочего обеда. Завтра в Брюсселе начнется саммит Украина-ИЭС. Его даты переносили дважды. Сначала с мая на сентябрь, а потом на 24 ноября. В полдень по Киеву Петр Порошенко встретится с главами Евросоюза. Правда, на саммите не озвучат дату начала действия безвизового режима для Украины. Об этом сегодня сказал замглавы администрации президента Константин Елисеев. Но до конца года украинцы все же получат Европу без виз. Об этом уже заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Так чего же ждать завтра в Брюсселе? Что на повестке дня? Узнаем у Софии Гордиенко. София, тебе слово. Есть две темы, которые не обсуждать нельзя, но которые уже набили оскомину и в Киеве, и в Брюсселе. Первая, это, конечно, ратификация соглашения об ассоциации. Она работает уже во временном режиме. У нас с ЕС увеличился товарооборот. Но Нидерланды единственная страна объединенной Европы, которая пока не дала окончательное добро ассоциации с Украиной из-за апрельского рефрендума. Из дипломатических источников известно, что правительство Рюта делает все возможное, чтобы хоть как-то, хоть немытьем-то, катанием, все-таки провести вопрос референдума через парламент. Но здесь пока даже вслух говорить об этом не хотят, чтобы не будоражить скептически настроенных голландцев. Второй вопрос еще загадочнее. Безвизовый режим. Уже конец ноября, а ВОЗ и ныне там, в частности, не разработана схема, по которой безвизовый режим будет аннулироваться. Прорыв по безвизовому режиму для Украины очень возможен на следующей неделе, когда в Европарламенте будет обсуждаться механизм приостановки безвиза. Давайте чуть-чуть подождем. Впрочем, это далеко не единственная тема для обсуждения. Планируется также подписание целого ряда двусторонних документов. В частности, уже известно, что для реализации антикоррупционных программ Киева выделят около 15 миллионов евро. А в рамках административного соглашения более 100 миллионов. На завтрашнем саммите будет подписан ряд соглашений в сфере энергетики, борьбы с коррупцией, сотрудничества с Европолом и относительно дальнейшей поддержки АБСЕ. В дополнение также будет объявлена программа по поддержке реформы государственного управления и верховенства права. Замглавы администрации президента Константин Елисеев завтрашний саммит назвал нестандартным и стратегическим. Кроме политических вопросов и региональной безопасности, также будут обсуждать энергетическую сферу. Для Украины, как для транзитера топлива в страны ЕС, очень важны вопросы строительства газопроводов АПАЛ и Северный поток-2. Студия. Спасибо. Это была София Гордиенко о предстоящем саммите Украины и ЕС. Сегодня же в администрации президента тоже говорили о свободной торговле, но между Украиной и Израилем. Петр Порошенко встретился со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном. Особое внимание уделили инвестиционной части сотрудничества. Глава государства сообщил, что уже подписан закон, который ратифицирует соглашение между странами о временном трудоустройстве украинских работников. Это позволит украинцам, работающим в Израиле, получить соцгарантии. Также президент Украины поблагодарил израильскую сторону за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму. Об инвестициях говорили сегодня и в Кабмине. В правительстве нашли способ, как Украине подрасти в рейтинге легкого ведения бизнеса и привлечь в страну иностранных инвесторов. Для этого решили отменить почти четыре сотни старых регуляторных актов, многие из которых были рождены еще на заре советской власти. Теперь, уверяет премьер, и украинским предпринимателям жить станет намного проще. Ирина Романова расскажет подробности. Оказывается, после внедрения новой системы госзакупок Прозора, чиновники из Минэкономики не успокоились. Вместе с коллегами из других министерств решили прошерстить архивы, поискать раритеты, которые мешают жить украинскому бизнесу. Нарыли почти 400 постановлений и распоряжений. Такие, которые даются не пив жартом. Например, у нас сейчас есть регулирование продажи обсяг и цен на сено на рынках. До сих пор на автостанциях действуют еще радянские нормы относительно того, как должны сохраняться и ремонтироваться старые запчасти. Отправить с макулатурой решили и старые, принятые еще в 80-х правила разработки нефти и газовых месторождений. Отменили минимальные цены на нотариальные услуги, а денежную оценку земли решили автоматизировать. Еще и Минэкономики подготовили законопроект, который, по словам Максима Нефедова, упростит регистрацию бизнеса, выдачу разрешений на строительство, регистрацию собственности и получение кредитов. Но если законопроект перед внесением в парламент еще планирует обсудить с общественностью, то старое постановление за министра предложил отменить сейчас же. Собравшись, коллеги не против, но свои вопросы и предложения озвучили. Есть такая пропозиция, чтобы мы доручили каждому министру, чтобы была проведена соответствующая инвентаризация своих решений и наказов. И через месяц, чтобы каждый министр відзвитывал перед премьер-министром, перед урядом про проведенную работу. Я бы вообще все скасовал. Вот просто все взял бы и скасовал. И потом бы вводил какие-то вещи по-новому. Я хочу отучить государственный аппарат кошмарить бизнес. Пока же решили ограничиться предложением Минэкономики, отправили в топку почти 400 неактуальных документов. На решение Камина моментально отреагировали в соцсетях. Люди цифровали наиболее абсурдные из отмененных актов. Например, действующее до сих пор постановление Наркомтруда от 1923 года, которое предписывало, какие категории работников и служащих могли получать на руки 400 граммов спецмыла. Или инструкция Минзаготовок от 1980 года о борьбе с вредителями хлебных запасов. Какое отношение эти документы имеют к упрощению ведения бизнеса, непонятно, пишут в комментариях. И советуют чиновникам заниматься не только дирегуляцией, но еще сокращать количество налогов, отменять пошлины, приватизировать госпредприятия и сокращать свой штат. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Другим безопасным моментом это культура. Потому что она имеет способность выховывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на сходе и певдне страны, это прерва свидетельства. Больше того, когда мы так много говорили про генетику на Запорожье, на Донбассе, на Тому, это же места завезены. Нет там никакой генетики. Это свидетельства завезены. Черкассия, славянный гетьманский Шевченков край. Саме место Черкассии наполовину завезено. Чего бы боялись этого шевченковского духа. И так делали. Это технология Радянского Союза была. Резко раскритиковали министра за такую вольность в выражениях политологи. Они подчеркивают, подобные мнения не только не консолидируют, но и могут расколоть страну. Это еще и политическая незрелесть, и политическая некомпетентность. Потому что нужно очень бережно поводиться словом генетика. Такие слова свидетельствуют о том, что что-то неправильное в Украине и в владе. Что-то нужно делать, что-то нужно менять. Потому что, если дальше будут продолжать такие высказки, а главное, будут и дальше жить такими думками, тогда мы не шием Украину. Не шием Украину. Мы ее не объединяем. Мы не сделаем, не повернемся территориальную целесность. А это главный приоритет, основный приоритет в послании президента. Сам министр должен признать, что он ошибся. Что он в эмоциях сказал то, что на самом деле он так не думает. Он просто прорвалась какая-то определенная эмоция. И извиниться перед людьми, которым он таким образом нанес на самом деле обиду в значительной мере. И есть шанс у власти показать, что все-таки мы движемся к Европе. Отставки о скандалившегося министра культуры требует парламентская оппозиция. Соответствующее постановление уже зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Александр Вилкул. Политик объяснил, высказывания о неправильной генетике жителей востока страны оскорбляют миллионы украинцев. Сам министр культуры Нищук уже извинился за некорректное высказывание и объяснил. Его слова вырваны из контекста. Мол хотел сказать о необходимости уделять больше внимания восточным регионам, культурному диалогу там, а также об увеличении финансирования просветительских программ. На вопрос, уйдет ли в отставку после скандала, ответил так. За что в отставку? За то, что я люблю украинскую культуру, отдаю ее с утра до ночи свой час? В чему хиба моя? Я за слово вибачаюсь. За, можливо, интерпретацию або трактувание думки? Я вибачаюсь. Но это окремая думка. Сколько каждого дня говорит каждый политик? Кто-то пошел из Верховной Рады? Это, правда, добре пропрацована история. Повторых хороших российских пропагандистов, которые начали приписывать, что он уже имеет там на увазе про генетику. Помогут ли министру культуры и его извинения, это мы увидим на следующей парламентской неделе. Спустя три года после разгона Майдана странное заявление от министра внутренних дел Арсена Авакова о якобы виновнике тех событий. Напомню, кто стоит за жестоким избиением протестующих, известно давно. Это президент-беглец Виктор Янукович, бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Андрей Клюев, его зам Владимир Севкович, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший руководитель столичной милиции Валерий Коряк. Однако все они успешно и давно сбежали из страны мимо глаз того самого МВД, которым руководит Арсен Аваков. Тем не менее, сегодня, во время открытия сервисного центра в Луганской области, министр решил заявить, что автор разгона – нардеп от опоблока Сергей Левочкин. На обвинение Авакова Сергей Левочкин уже ответил. Заявление депутата опубликовано на сайте оппозиционного блока. Он подчеркивает, что слова министра – это, процитирую, ложь, направленная на отвлечение внимания от собственных преступлений, а в данном случае – от того, что до сих пор не наказаны виновные в террористической атаке новостной студии «Интера». Нардеп также напомнил, что именно жестокий разгон студентов на Майдане стал причиной его ухода из администрации президента. Вопрос, кто виновен в поджоге редакции подробностей, до сих пор остается без ответа. Напомню, нападение радикалов на нашу редакцию произошло 4 сентября. Тогда серьезную травму получила одна из моих коллег. «Мы не раз подавали запросы силовикам, но слышали только отговорки. Расследование ведется. За три месяца ни одного задержанного или хотя бы подозреваемого не нашли». Судей телеканал добился, чтобы дело передали в СБУ с квалификацией «Теракт». По данным расследования оппозиционного блока, за организацией нападения может стоять непосредственно сам министр внутренних дел Арсен Аваков и его советник Илья Кива. И большие понимания. прокуратуры Украины о которых он хорошо знает. Вот основные из них. «Украина в огне» спродюсированная российскими СМИ документальная лента, которая якобы должна была пролить свет на трагические события Майдана. С режиссированным Оливером Стоуном в фильме беглые руководители страны рассказывают о том, кто, по их мнению, стоит за революционными событиями на Майдане, попутно обвиняя то бывших коллег, то Америку в заговоре. Один из главных вопросов, который ставят авторы ленты, кто же дал приказ разогнать студентов на Майдане в ночь на 1 декабря 2013 года. Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Сахарченко заявляет. О том, что его подчиненные жестоко избили мирных протестующих, он попросту не знал, потому что спал. В проведении часа ночи, когда массовые люди начали расходиться, разъезжаться, я поговорил по телефону с руководителем службы безопасности Украины и спросил его точку зрения по развитию событий. Он сказал, что я считаю, что, слава богу, все закончилось. Вся информация идет о том, что все закончилось. Около трех часов ночи я приехал тоже к себе домой. Завел часы на 6.30 утра, включил телевизор сразу же, когда проснулся. Он у меня был настроен на пятый канал. И пятый канал демонстрирует большое количество скорой помощи и там побитые люди. Однако, по мнению Захарченко, команду на разгон тогда якобы непосредственно получил мэр Киева Александр Попов от главы администрации президента Сергея Левочкина. Решений таких Попов самостоятельно принимать просто не мог. А кто для него был самый высокий руководитель? Для Попова был самый большой руководитель, это глава администрации. Сергей Владимирович Левочкин. Именно этот тезис из российского фильма слово в слово сегодня повторил коллега Захарченко Арсен Аваков. Тут же авторы фильма выдвигают уже совершенно другую версию. Так якобы Сергей Левочкин в сговоре с Вашингтоном не только непосредственно дал приказ разогнать Майдан, но и попросил Яценюка прислать туда правый сектор, чтобы спровоцировать Беркут. Вот отрывок из фильма с авторским текстом. Удивительное совпадение, но Сергей Левочкин – близкий друг многих американских политиков. Служба безопасности Украины располагает проверенной информацией о том, что в ту ночь Левочкин связывался с лидером оппозиции Яценюком и обсуждал зачистку Майдана под предлогом установки новогодней Йелки. Новостные агентства сообщали, что спецназ ладнокровно атаковал студентов, мирно спящих в своих палатках, но видео с места событий говорит о другом. Похоже, что протестующие ждали прибытия милиции. Десятки журналистов и операторов с новоизбеченных телеканалов были на месте, но наиболее зловещей была группа молодых людей спортивного вида, которая прибыла на Майдан практически одновременно с отрядом милиции специального назначения. Они проникли в толпу и начали провоцировать сотрудников милиции с помощью оскорблений камней и факелов. Однако все эти высказывания, сбежавших от правосудия чиновников, противоречат материалам украинского следствия. Еще в позапрошлом году в генпрокуратуре установили, кто именно отдал приказ на разгон Майдана, а кто его выполнял. Как установлено следством, беспосреднее решение про разгон Майдана и именно силовый способ такого действия принималось беспосредельным президентом страны. Доручение на реализацию этого плана было совершено прошлым министром внутренних дел Украины и главным секретарем Ради национальной безопасности и обороны Клюеву. По данным следствия, в ночь на 1 декабря замсекретаря СНБО Владимир Севкович находился в кабинете Попова вместе с начальником столичной милиции Валерием Коряком. А звонок с командой «ставить елку» поступил непосредственно от главы Совета нацбезопасности и обороны Андрея Клюева. Это подтвердил в своих показаниях и Александр Попов. Был второй звонок Клюева, который сказал, что время, когда можно будет провести эту операцию по завозу конструкции, укажет Севкович. Это его заместитель. И действительно, Севкович через некоторое время пришел ко мне в кабинет. И я так понимал, что он полностью владеет всей ситуацией, всей обстановкой, которая происходит в этот момент на Майдане. А что это происходило? Публично было объявлено о том, что Майдан сегодня, сворачивая свою деятельность, студенческий Майдан, я не имел права им не доверять. Тем более, имея такую предварительную установку, что получится это сегодня. В районе где-то 4.30 утра мне Севкович сказал, что вот сейчас все уезжают, сейчас время бесконфликтно провести такой завоз оборудования и конструкции. И я, естественно, дал такую команду своим подчиненным. Так почему же три года спустя вместо отчета о поиске виновников трагических событий Майдана Арсен Аваков, который хорошо знаком с материалами Главного следственного управления Генпрокуратуры, теперь слово в слово повторяют российские телеканалы? Интересно, что и Захарченко, и Коряку, и Севковичу, кстати, до сих пор близкому другу многих нардепов Народного фронта, удалось безнаказанно сбежать из страны мимо глаз правоохранителей. Уже в бытность Авакова министром внутренних дел. И кто закрыл на это глаза и дал покинуть страну настоящим виновникам тех событий? Вопрос для Генпрокуратуры и СБУ. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Напомню, кадры, которые вы только что увидели в нашем материале, это отрывки из российского пропагандистского фильма «Украина в огне». Генеральная прокуратура Украины передаст в Международный уголовный суд дополнительные документы по преступлениям против активистов Евромайдана в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследования ГПУ Сергей Горбатюк. Он также отметил, что за делом Януковича забывают об исполнителях, которые до сих пор находятся внутри страны. Тем временем адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк призвал судебную администрацию Украины обеспечить надежную видеосвязь между святошинским и ростовским судами. Напомню, что видеодопрос Виктора Януковича запланирован на 25 ноября. Драка в кабинете начальника Одесской таможни. Что это было? Результат безвластия в регионе, заказ нечистоплотных коммерсантов или реакция общественности на коррупцию в ведомстве. Андрей Анастасов сегодня встречался со сторонами конфликта и пытался во всем разобраться. Одесская таможня, святая святых морских торговых путей, многомиллионных пошлин, инспекций, постоянных соблазнов заработать на всем этом. Здесь, в обители больших денег, практически всегда царила благоговейная тишина. Вплоть до вчерашнего дня. 20 человек заходят на территорию, раскидав стороны охрану, поднимаются к начальнику таможни Алексею Василенко. Руководство фискальной службы назначило его на эту должность. Неделю назад вместо подавшей в отставку Юлии Марушевской. Крики, скандал, требования ускорить проверку какого-то груза. Все заканчивается дракой и сломанной мебелью. Наутро выясняется, это активисты Киевской организации, Народный совет противодействия коррупции. Их задерживает полиция, изымает ножи, затем отпускает под личные обязательства. Уголовное производство открыто по статьям. Хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительных органов. Начальник полиции делает туманное заявление. Одесская полиция не допустит расшатывания ситуации в регионе. И максимально жестко пресечет все незаконные проявления, Направленные на дестабилизацию ситуации, Как в городе Одессе, так и в целом в Одесской области. В самой таможне ситуацию сегодня комментировать отказались. А вот активисты-скандалисты уже в Киеве. Их лидер Анатолий Будник рассказывает, Визит в Одессу стал реакцией на то, Что новое руководство таможни восстанавливает в ведомстве старые порядки. Вымогает взятки с предпринимателей, назначая абсурдные проверки. Так, говорит, им стало известно о незаконном задержании в порту партии грецких орехов. Мы хотим перетворить, чтобы эти в лапках честные митники, Державная фискальная служба Украины, Працювали в межах закону, а не по беспределу. Василенко працював за часы Януковича. Он подлегал под иллюстрацией. Почему ты не прошел? И эти схемы коррупционные повертаются. Между тем, опрошенные нами эксперты утверждают, Активист Будник и сам может быть причастен к крышеванию орехового бизнеса. При этом высказывают предположения, Это передел сфер влияния после ухода команды Саакашвили. Дескать, правила игры изменились. Я так думаю, что если и были какие-то договоренности, То это были договоренности с предыдущей командой. Истребовать эти договоренности пришли к новому назначенному, Усполняющему обязанности начальнику Одесской таможни. Некоторые интернет-обозреватели уже дали таможенному противостоянию в Одессе Ироничное название «Чужой против хищника». Андрей Анастасов, Кристель Лиси, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Преступную схему раскрыли в одной из воинских частей Львовской области. Бывшие полицейские продавали партии боеприпасов, Которые предназначались для военных учений. Сколько стоили такие услуги, узнавала Галина Якушко. Бизнес организовали двое военных офицеров воинской части, Которая дислоцировалась в Явровском районе. Преподаватели по военной подготовке проворачивали махинации, Исписывая неиспользованные боекомплекты после учений, как израсходованные. И спокойно выносили патроны, гранаты и счастье. Хвастались, что могут достать даже автомат Калашникова. Поймали их традиционно на горячем. Вчера указанные особи, указанных осіб в рамках контроля за членом злочином Было закуплено больше четырех тысяч патронов и двадцать зарядов до РГД-7. Вартность, которую они их оценили, это является 44 тысячи гривен. По словам прокурора, оружием военные торговали целый год. Дом у них обнаружили целые арсеналы. Оба задержанных офицера – бывшие полицейские. После мобилизации подписали контракт. Сейчас один из них в изоляторе. Завтра ему будут избирать меры пресечения. Его подельник пока в госпитале. После задержания ему стало плохо. А в самой воинской части проводят инвентаризацию оружия. Офицеров обвиняют в хищении боеприпасов в условиях особого периода. За это им грозит до 12 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал «Интерльвов». А в Закарпатии уже второй раз за неделю слышны выстрелы. На этот раз из автомата Калашникова стреляли по полицейским. Кто нажал на курок и почему открыл пальбу, знает Марина Коваль. Пьяный с автоматом жители села Выдрички в панике позвонили в полицию и сообщили о том, что по улицам разгуливает вооруженный человек. Приехавший на ряд быстро установил личность оруженосца. Им оказался 53-летний житель села, ранее судимый. И как раз за незаконное хранение оружия. В феврале этого года у него изъяли автомат с глушителем. Но тогда селянин по прозвищу Монах отделался условным сроком. «Монах выпустил 10 пуль и ранил в руку полицейского, пострадавшему 23 года». «Стан средней важкости, будем так казать. Постарались мы стабилизовать переломанную кистку, пьясную. Там есть дефект. И кистки, и дефект. Разгоначив». Из Рахова раненого полицейского перевезли в Ужгородскую больницу. Туда уже приехал и его отец. Он шокирован произошедшим. «Наши дети, как говорят, такую работу имеют. И хотелось бы, как говорят, в данный час допомогало. И какая техника более цивилизованная была, чтобы хворих людей перевозить». Полиция задержала стрелка. Медэкспертиза подтвердила, тот был сильно пьян. Монах официально нигде не работал. Как рассказали соседи, выезжал на заработки за границу. На этот раз условным сроком не отделается. За покушение на полицейского ему грозит от 9 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Полиция выясняет, откуда у мужчины автомат. Марина Ковальюри, Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Вторая попытка открыть контрольно-пропускной пункт с подконтрольной Украины поселка Золотое до оккупированного Первомайска в Луганской области не увенчалась успехом. Первая была в марте 2016-го. Почему боевики блокируют КПП? Обо всем подробнее. Геннадий Вивданко. Все, поехал, да? Попиявыш. Коробочка. Плюс. Официально пункт пропуска открыт с 8 утра. Пограничники и соответствующие службы на местах. Пока здесь беспрепятственно пересекают границу только жители так называемой серой зоны, живущие вплотную к линии фронта. В поселках Екатериновка, Золотое и других. Далее на ту сторону дороги нет. С удовольствием бы поехал, если бы дорога была открыта. И тоже родственники там есть. И кумовья, и брат живет, и сватья все. У нас здесь такое место. Мы все связаны одной ниточкой, как рукавичка. Связаны все. Но, увы, пока, так сказать, пока никто не проехал туда. С той стороны никто не проехал. Какой смысл туда ехать? По инициативе украинской стороны пункт пересечения границы сегодня открыли. Пропускать на оккупированную территорию готовы. Ближайшие подобные пункты расположены в нескольких десятках километров к северу, в станице Луганской и на юге в Майорске. Местным жителям сложно закупать продукты и лекарства на украинской территории. Однако власти так называемой ЛНР на сайте псевдореспублики заявили, что, дескать, объявление об открытии пропускного пункта – провокация украинской стороны. От себя добавили, открывать КПВВ не будут. И отправили туда дополнительную группу псевдочиновников и боевиков. Если будут желающие переткнуть КПВВ на неподконтрольную территорию, мы будем предупреждать таких людей, что с этой стороны не сделается пропуск, для того, чтобы люди владели обстановкой. Граждане не имеют такой возможности проехать на неподконтрольную территорию Украины, або повернуть звездом. 31 марта этот пункт открыли официально. Тогда около 300 местных жителей пытались перейти на другую сторону, однако их не пустили. Прошло полгода. На открытом вновь пункте «Золотое» слышны выстрелы с передовой. Рядом город Попасное. За сутки здесь враг несколько раз. Открывал огонь по украинским бойцам, в том числе и 120-мм минометов. Сопротивник ведет себя агрессивно. Минских демократов не поддерживается заголов. Вот сейчас мы как раз слышим, что происходит обстрел. Застосовываем, надаем гидную ответственность врагу. К вечеру стало известно, что КПВВ, вероятно, полноценно откроют к 10 декабря. С той стороны тоже пообещали. Таковы результаты очередных переговоров минской группы. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Украина в очередной раз поставила вопрос о возвращении к линии разграничения, согласно которой Дебальцево должно быть под контролем Украины. Об этом после заседания в Минске трехсторонней контактной группы заявила пресс-секретарь участника переговоров Леониды Кучмы Дарко Алифер. Она также отметила, на переговорах приняли решение о том, чтобы на следующей встрече заслушать представителей ОРДЛО о ходе освобождения незаконно удерживаемых лиц. Вопрос освобождения заложников и отведения тяжелого вооружения до сих пор один из самых болезненных, отметили и представители миссии ОБСЕМ. Эффективность сторон в реализации соглашения о выводе тяжелых вооружений, к сожалению, оставляет желать лучшего во всех отношениях. В рабочей группе по гуманитарным вопросам подробно обсуждались вопросы освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, в первую очередь освобождение больных и раненых, несовершеннолетних и женщин. Обсуждались также вопросы розыска лиц, пропавших без вести. Германия и Франция предлагают Украине и России встретиться через неделю, 29 ноября. На заседании в нормандском формате министры иностранных дел стран-участниц соберутся в Минске. Такая встреча необходима, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии Франк Вальтерштейнмайер. Во время выступления в парламенте он заявил, переговоры нужны, чтобы ситуация на Донбассе не вышла из-под контроля. Москва пока не подтвердила свое участие. Скованные одними наручниками. Настоящий перформанс устроил сегодня нардеп от Народного фронта Юрий Тимошенко в зале апелляционного суда Киева. Там сегодня рассматривали дело Виты Завирухи, которую обвиняют в причастности к вооруженному нападению на правоохранителей. К руке подозреваемой наручниками и приковал себя народный депутат. Почему столь яро девушку вместе с другими обвиняемыми стали защищать именно сейчас? Да еще и в такой необычной форме. Все подробности далее. Очередное заседание по избранию меры пресечения Виты Завирухи, которое подозревает в убийствах полицейских, закончилось неожиданно. Нардеп от Народного фронта Юрий Тимошенко приковал себя к ней наручниками. А попытку их снять расценивает как посягательство на неприкосновенность нардепа. Напомню, дело Завирухи ее сообщников уже почти год в различных судах. Сегодня подозреваемых пришли поддержать в суд активисты. Сегодня суд продлил содержание обвиняемых под стражей еще на два месяца. Сразу после оглашения решения судьи, фронтовик приковал себя наручниками к Виктории Завирухи и назвал свой перформанс протестом. А уже в телефонном комментарии нардеп сообщил, вместе Завируха объявляет голодовку. Я оголосил акцию голодования. Вита оголосила акцию голодования. Мы сидим тихо, мирно, никого не напрягаючи голодуем. После закрытия заседания присутствовавших в зале силой вытворили правоохранители. Людей выгоняются, не пускают. Бьют, выстохают, вытягивают силою. Женок причем убили, повытягивали. Судебное заседание окончено и все закрыто. И как ни старался нардеп, его поступок не помог подозреваемой. Завируху оставили под стражей еще на два месяца. В следующий раз суд соберется 26 декабря. Кристалиси, Сули, Игорь, подробности телеганал Интер. Печерский райсуд в столице так и не вынес решение по делу бывшего главы фракции партии регионов Александра Ефремова. Заседание продолжается до сих пор. Во время слушаний защита предоставила свидетеля, экс-депутата Владимира Медяника. Он проходил по тому же делу, что и Ефремов. В ходе допроса свидетель заявил, прокуроры пытались вручить Медянику уже готовый протокол с расшифровками вопросов и ответов, которых ранее в деле не было. В связи с этим защита сразу же потребовала отвод прокурора Павла Кожуховского. Позже в зал пришли народные депутаты оппозиционного блока и попросили суд отпустить Ефремова на поруки. Напомню, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании боевиков. Сам Александр Ефремов называет все обвинения надуманными. Срок содержания под стражей подозреваемого истекает уже завтра. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Незаконные, надстроенные, как в Доме профсоюзов, этажи с насилием. Трагедия в Неаполе. Зачем итальянские тифози ранили болельщиков киевского «Динамо»? Батьковщина требует от Национального антикоррупционного бюро расследовать деятельность руководства Национального банка Украины и фонда гарантирования вкладов. Лидер партии Юлия Тимошенко обнародовала документ фонда, согласно которому активы ликвидированных банков стоимостью почти 450 миллиардов гривен оценили всего лишь в 100 миллиардов. Тимошенко утверждает, что более чем в три раза активы банков занизили преднамеренно, а миллионы украинцев до сих пор не могут вернуть свои вклады. Кроме обращения в НАБУ, Батьковщина планирует расследовать это дело и в парламенте. В ближайшие дни мы зарееструем постанову про створение Тимчасовой следственной комиссии про проверку коррупционных оборудов коррупционной деятельности Гонтаревой и руководителя фонда гарантирования вкладов пана Ворошилина. А также мы хотим проверить, как возвращаются заощадения, депозиты украинцам и как свободно, надуманно, безподставно снищаются украинские банки и украинская банковская система. Незаконные новострои Киева, которые возводила компания Анатолия Войцеховского, будут сносить, если экспертный анализ покажет, что их нельзя вводить в эксплуатацию. Об этом сегодня на инвестиционном форуме в столице заявил Виталий Кличко. Напомню, в Киеве без необходимых документов построено более 40 жилых домов. В результате аферы без денег и квартир могут остаться около 10 тысяч украинцев. Это в 6 раз больше, чем пострадавших от элита центра. Дело скандального застройщика Войцеховского находится в суде. Его самого арестовали летом, но позже отпустили под залог в 50 миллионов гривен. А вот квартиры в его недостроях до сих пор продаются и до сих пор возводят торгово-развлекательные центры. Мэр Кличко заявил, аферистов должна остановить прокуратура. Демонтаж незаконно достроенных верхних этажей над домом профсоюзов начали сегодня в столице. В какую копеечку влетит этот снос местному бюджету? И кто даже сегодня пытался помешать чиновникам попасть на территорию здания? Обо всем подробнее. Одна Анна Каменева. Два незаконных этажа над Киевским домом профсоюзов сложно не заметить. По решению судов застройщик должен был их снести еще до начала лета. Но пальцем о палец не ударил. Поэтому за дело взялась киевская власть. Сейчас не происходит показовая акция. Это должен быть знак. То, что построено в супереченном законодательстве, будет демонтировано. Чиновники зовут журналистов показать, как же разбирают скандальную надстройку. Но прямо перед носом кто-то запер дверь. Скажите, пожалуйста, двери. Неважно, кто налякался. Это никаким образом не остановит те действия, которые мы решили сделать. Сказано, сделано. Пару минут и вход свободен. По ступенькам все поднимаются наверх. Как оказалось, застройщик подошел к делу с размахом. Планировался и третий этаж. Демонтаж незаконной надстройки над Киевскими профсоюзами уже начался. Как видите, третий этаж уже практически разобрали. Осталось еще два этажа. Над сносом работает около 20 человек. Говорят, дело нелегкое. Очень тяжело. А что на иважно? Демонтаж бетона. Власти уверяют, застройщик будет наказан. Правда, лишь административно. Тут забудовник уже все знают, кто. Это господин Балабан. Он уже понес криминальную ответственность, но за инше. Сейчас его в Одессе арештовали за то, что он организовал, скажем так, как вкрадение женок-бизнесменов. Ивана Балабана связывают и с другим скандальным детищем Киевского отделения профсоюзов. Кафе «Каратель», за которое минувшим летом развернулась настоящая война. Сейчас заведение не работает. Пока журналисты осматривают 800 квадратных метров надстройки, вход в здание подъезжают профсоюзные юристы. Среди них и жена того самого Ивана Балабана. Это приватная властность, это проникнение в приватную властность. Мы будем оскарживать действия людей, которые тут находятся. Вины профсоюзных боссов в том, что в центре столицы появилась незаконная надстройка, не видят. Это самовильные действия забудовника. Всю ответственность несет он. Но это же не за пять минут вы буддовались? И сейчас вы что, не видели? Так, но мы подали в суд, разорвали договор. Демонтировать конструкцию планируют к Новому году. Это влетит городу в копеечку. В предыдущем подрахунок было около 800 тысяч гривен. Эти деньги будут компенсированы городскому бюджету с того предприятия, который я забудовникам. Напомню, последние два года скандалы вокруг Киевского дома профсоюзов не утихают. В 2014-м на здании появился новый этаж, без разрешительных документов. Пока местная власть судилась за строщиком, вырос еще один. Позже на первом этаже открылось кафе одной из российских сетей общепита. Заведение закрыли, но на его месте появилось новое. Пока что в полавшем здании никто больше зарабатывать деньги не отважился. Анна Каменева, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Обыски в доме директора Херсонского судостроительного завода. Их провели сотрудники ГПУ. Искали документы, связывающие Василия Федина с николаевским предприятием «Океан», которым он руководил в 2011-м. В результате следователи изъяли два старых телефона. Хозяин дома при обысках не присутствовал. Вместе с женой он находится сейчас за границей. Василий Федин и однопартийцы по оппозиционному блоку называют обыски очередной волной давления на их политическую силу. В последнее время херсонских депутатов-оппозиционеров чуть ли не через день вызывают на допросы в СБУ. В пятницу на сессии областного совета я выступил с заявлением с тем, что в Херсоне на партии оппозиционный блок оказывается очень серьезное давление. Не прошло и трех дней, как следователи прокуратуры пришли с обыском ко мне домой. Власть вместо того, чтобы заниматься борьбой с коррупцией и борьбой с ростом преступности, все больше уделяет время борьбе с оппозиции. Неожиданная интрига. Американская пресса выяснила, членов коллегии выборщиков сейчас уговаривают не голосовать за Трампа. А без этого ему формально не стать президентом. Что это может изменить и кто пытается повлиять на результаты выборов? Дмитрий Анопченко из Вашингтона. Америка все больше свыкается с мыслью, что нового президента зовут Дональд Трамп. В новостях каждый день сюжеты о его кадровых переговорах и о возможных назначениях. До инаугурации осталось всего ничего. Два месяца. И вдруг пресса раскопала. Демократы готовят Трампу сюрприз. И очень неприятный. Ведь для формальной смены власти необходим еще один шаг. Голосование так называемых выборщиков от штатов. И вот сейчас влиятельная газета «Политика» раскопала, что демократы убеждают выборщиков-республиканцев не голосовать за Трампа, когда придет время, а отдать свои голоса Клинтон. И тут есть лазейка. Если бы 37 выборщиков, которым следует проголосовать за Трампа, поступили против воли избирателей и поддержали вместо этого Хиллари, президентом стала бы она. В каких-то штатах это противозаконно, но наказание штраф. В каких-то такая ситуация вообще не оговорена. В истории Соединенных Штатов такое бывало. Правда, на результаты никогда еще не влияло. В штабе Трампа паники нет. Там говорят, 37 выборщиков переубедить просто нереально. Максимум одного-двуху говорят, просто чтобы продемонстрировать публично свое недовольство результатами. И, скорее всего, эта статья «Политика» и внутренняя информация, которую поделили с журналистами, это просто сигнал демократам, мол, мы все знаем, хватит раскачивать лодку. Тем более, что команда Трампа всячески демонстрирует. Они тут всерьез и надолго. По крайней мере, по поводу новых назначений открыто заявляют, кандидатов выбирают для работы на 8 лет, на 2 президентских срока. А новые фамилии называют каждый день. Трамп уже выбрал посла Соединенных Штатов при ООН. Знаменитую Саманту Пауэр заменит Ники Хейли, дочь мигрантов из Индии, глава Южной Каролины, первая женщина, возглавившая этот штат, и самый молодой губернатор в Соединенных Штатах. Ей всего 44. Эта позиция очень важна для Киева, поскольку именно с Хейли, если ее утвердит Конгресс, придется плотно работать, когда Украина станет председателем Совета Безопасности ООН. А случится это буквально через несколько месяцев. Должности министров, в том числе Департамент здравоохранения, Минэнерго и Министерство национальной безопасности, Трамп отдаст видным республиканцам, нынешним главам сенатских комитетов. Это должно примирить его с собственной партией и обеспечить поддержку Конгресса. Но главный вопрос, кто станет государственным секретарем Соединенных Штатов, ключевой фигурой, и ответа по-прежнему нет. В штабе Трампа журналистам практически каждый день говорят, вот-вот этого человека назовут. Но интрига по-прежнему существует, и интрига очень серьезная. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Жить стало лучше, жить стало веселей. Впервые после референдума о выходе из ЕС Великобритания презентует годовой бюджет. И он не так плох, как ожидали скептики. Оксана Кундеренко расскажет о том, на что собираются потратить государственные деньги на Туманном Альбионе. Этого осеннего дня ждут в Британии, ну, примерно так, как мы ждем принятия бюджета. По сути, отчет министра финансов и есть бюджет на год. В этот раз особенный. Первый после референдума о Брекзите. Первый для министра финансов Филиппа Хэммонда. Покидая утром Даунинг-стрит бодрой походкой, он удостоил журналистов только формальным приветствием. Готовы к худшему, министр? Настроение не очень? Доброе утро. Уже в парламенте Хэммонт констатировал, с экономикой королевства не все так плохо, как предрекали. Дефицит бюджета уменьшается, кредитов нужно меньше, безработица почти на нуле, траты на выплату пособий сократились. Чтобы обычные семьи могли сводить концы с концами, мы поднимаем минимальную зарплату с 7 фунтов и 20 пеней в час до 7,5 фунтов в час с апреля следующего года. Еще правительство обещает построить 40 тысяч так называемых социальных домов для малоимущих и запретить риэлторам брать комиссию за аренду. Впрочем, проблем в британской экономике тоже хватает. Наша задача сегодня подготовить экономику, чтобы она пережила выход из лес и не обвалилась в переходный период. Представьте, немецкому работнику нужно 4 дня, а нам 5, чтобы изготовить продукт. Не выдерживаем конкуренции. Но денег при этом не жалеют. По крайней мере, значительные средства выделяют на строительство новых дорог, автомобильных и железнодорожных, на прокладку скоростного интернета, инвестируют в науку. Казалось бы, радужные перспективы, если бы не плохой прогноз. Впереди нелегкие времена. Гражданам советуют много не тратить, лучше откладывать сбережения. Нестабильная валюта, а ток бизнеса и инвестиций еще дадут о себе знать. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Информация о смерти дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой обрастает новыми подробностями. Напомню, об отравлении 44-летней женщины накануне заявила местная пресса. А вот сын Каримовой, который живет в Лондоне, уверяет, его мать жива. Правда, уточняет, связаться с ней ему не удалось. О том, что мама в добром здравии, ему сообщила сестра Иман, которая находится с Гульнарой в Ташкенте. Узбекские власти сообщения о дочери покойного президента не комментируют. Напомню, слухи о смерти самого президента Каримова распространились почти за неделю до официального подтверждения о его смерти. Как будут выглядеть новые норвежские кроны? Зачем администрации президента? Южной Корее понадобились сотни упаковок Виагры. И как специально для Олимпиады в 2020 году устроят звездопад? Смотрите в нашем дайджесте. Звезды в роли манекенов. В Белом доме во время церемонии вручения президентских медалей свободы американские селебритис приняли участие в популярном флешмобе «Манекен Челлендж». Знаменитости замерли на несколько секунд, пока их снимали на видео. Среди манекенов музыканты Брюс Спрингстин и Таяна Рос, баскетболисты Майкл Джордан и Карим Абдул Джабар, актеры Том Хэнкс и Роберт Тонира, а также основатели Майкрософт Чита Гейтс. Вместо президентов треска и маяк. В Норвегии впервые выпустят банкноты без изображения выдающихся людей. Их заменят картинками на морскую тематику. Таким образом в стране хотят подчеркнуть тесную связь с морем. Банкноты украсят маякут веер, самый большой сохранившийся корабль викингов, треска, спасательное судно и волна. Первыми мир увидят купюры номиналом 100 и 200 крон уже в мае следующего года. Виагра от укачивания. В администрации президента Южной Кореи объяснили закупку свыше трех сотен упаковок препарата для лечения эректильной дисфункции Виагра. Ее осуществили еще год назад, но официально подтвердили только сейчас. Представители главы государства Баккинхе уверяют, лекарство помогает от симптомов горной болезни и было необходимо сотрудникам администрации при посещении высокогорных регионов и стран. Футболист команды низшей лиги чемпионата Сербии может давать мастер-классы. Спортсмен бил поворотом с расстояния около полуметра и промахнулся. Хотя голкипера в створе не было. Имя футболиста и название команды неизвестно. Но видео эпического промаха за сутки облетело весь мир. Олимпийские игры в Токио в 2020 году украсят искусственные падающие звезды. В рамках проекта «Небесная ткань» впервые на орбиту запустят спутник, который будет выбрасывать разноцветные капсулы. При вхождении в плотные слои атмосферы они станут сгорать, совсем как настоящие метеориты. Организаторы обещают, что падающие звезды будут видны в радиусе 200 километров. Два болельщика украинского «Динамо» пострадали от ножевых атак в Италии. Наши соотечественники приехали в Неаполь на футбольный матч, который состоится сегодня. В разных точках города произошли два отдельных инцидента по идентичным сценариям. На фанатов «Динамо» напали группы неизвестных, маскировавшиеся под болельщиков итальянского клуба «Наполи». Два киевлянина получили одинаковые ножевые ранения в живот и бедра. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. Один из болельщиков, 50-летний мужчина, уже выписан из больницы. Итальянская полиция расследует атаки в отеле, где живут украинские фанаты, усилили охрану, ужесточили и меры безопасности на стадионе. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok